После этого вам понадобится контрастный душ. Как снять нервное напряжение? Есть мышцы, которые реагируют на стресс всегда. Это подвздошно-поясничная мышца, диафрагма, икроножная мышца, а также трапеция. Каждый для себя сделал сразу галочку, что реагирует у вас, когда вы начинаете нервничать. Так вот, специально для подписчиков ОМС здесь я подготовила программу, которую могут выполнять практически все. Начнем. Первое. Мы обнимаем колени, сгруппируйтесь и выполняем перекаты назад. Не торопитесь, не делайте рывковые движения. Мягко перекат до шеи и полный возврат. Это расслабит прямую мышцу спины и подготовит вас к работе. Мы делаем 10 перекатов. Выпрямляем ноги, вытягиваемся вперед. Постарайтесь уйти как можно дальше ладонью за линию носка. В этом положении включаем мягкую динамику. Вам нужно сделать 30-40 таких потягов, не поднимаясь. Дышите ровно, вдох носом, выдох ртом. Как только вы сделали 30-40 наклонов, обнимите стопы, насколько вы можете. Опуститесь вниз, наклонитесь и продолжайте дышать. Медленно, никуда не торопясь. Дышите и постарайтесь расслабить все, что у вас под коленкой, бедро сзади, ягодицы, спину. И досчитайте до 60. Сразу после этого мы опускаемся на спину. Нам понадобится маленький валик. Если у вас нет специального валика, вы можете использовать все, что угодно. Скрутить полотенце. Опускаемся на спину и подводим валик под крестец. Его не надо под поясницу и чуть ниже хвостика. Теперь в этом положении возьмите одно колено на себя. Теперь мягко притягиваем колено к себе. И вытягиваем вторую ногу. Натяните носок. Теперь в этом положении начинаем дышать. Притягиваем колено к себе. И пытаемся расслабить прямую ногу. Вы почувствуете натяжение в области паха. Вот это натяжение нам нужно для того, чтобы освободить воздошно-поясничную мышцу. Продышитесь и находитесь в этом положении одну минуту на одну ногу и одну минуту на вторую ногу. Значит, теперь вы выпрямляете ногу. Беремся за носок. Я не думаю, что это сразу удастся. Попробуйте разогнуть колено. Держитесь на прямых руках. Подышите в этом положении. Если вы глубоко дышали и попытались расслабиться, вы почувствуете, что вам уже стало комфортно. Попробуйте приблизить ногу на себя, насколько это только возможно. И подышите глубоко. Досчитайте опять до 60. Разворачиваемся. Опускаемся на живот. Так, вытягиваем руки и разводим их чуть шире ширины плечей. Также разводим ноги. Теперь в этом положении освободим спину, расслабим еще пояснично-крестцовую зону и потянем мышцы живота. Будьте внимательны. Вы приподнимаете по диагонали руку и ногу. Но при этом не поднимайтесь выше, чем 15 сантиметров. Иначе мы заблокируем поясничный отдел. Сделайте глубокий вдох и не задирайте голову, чтобы она также была на одной высоте примерно с рукой. Вдох, задержались и постарайтесь натянуться настолько, чтобы вы почувствовали натяжение не только в плечевом суставе и в области бедра, чтобы ваше натяжение прошло через зону поясницы. Чтобы вы почувствовали, как рука и нога удлинились у вас на сантиметр. Вы в выдох опускаетесь. И тогда мы плавно делаем через вторую сторону. Опять вдох, задержали, насколько вы можете держать дыхание. Выдох, опустились. Это упражнение выполняем 10 раз. Теперь поднимаемся. Нам нужно снять спазм с икроножной мышцы. Встаньте просто на кисти, поднимите таз. И в этом положении попытайтесь попружинить динамично. На одну ногу, прижимая пятку. Потом на вторую ногу. А потом делайте это попеременно. И исходя из того, насколько удаляется нога назад, увеличивается натяжение на икроножной мышце. Можете попружинить двумя ногами. Значит, как только вы досчитали до 60, мы опускаемся на грудь и начинаем работать с грудным отделом и с диафрагмой. Пальцы находятся примерно на линии виска. Вы опускаете голову на лоб. Локти прижаты по бокам. Ноги слегка разведены. Делаем вдох. Вдох. Попытайтесь на вдохе поднять грудную клетку и наполнить воздухом именно грудной отдел. Вдох. При этом прижимаем область живота максимально вниз. И сосредоточьтесь, что прогиб получается именно в грудном отделе. Подайте грудь вперед. И задержите дыхание. На выдохе опускаемся. Опять вдох. Живот прижимаем, выгибаемся. И на выдохе опускаемся. Выходим в положение сед. Разводим ноги настолько, чтобы нам было комфортно держать спину. Теперь руки в область колена. Сейчас поработаем с грудной клеткой еще. Делаем вдох. И подаем грудную клетку вперед. Соединяем лопатки. И постарайтесь, чтобы этот вдох остался вот здесь. То есть поднимаем его в область груди. Вдох. А теперь на выдохе закруглите спину назад. Это очень приятно. А плечи подайте вперед. Выдох. И еще раз. Вдох. И назад. Выдох. Погоняйте грудную клетку туда-сюда. На вдохе поднимаем воздух. Поднимаем грудную клетку. На выдохе сжимаем. И подаем спину назад. Теперь снимите напряжение двумя вращениями назад. После того, как вы сделали 10 раз. А теперь мы попробуем полностью поработать с грудным отделом. Грудная клетка вперед, в сторону, назад, вправо. Никуда не торопясь. Смотрим на себя в зеркало. И пропускаем 5 кругов в одну сторону. 5 кругов в другую. Постарайтесь делать по максимальной траектории. Но только так, чтобы вы не вращались вместе с головой. Голова и таз на месте. Вращается только грудной отдел. После этого снимите напряжение. А теперь нам нужно в завершении шея. Нам нужно протянуть трапецию. Самое главное, чтобы вы прислушивались тому, какое место у вас все-таки тянется. Сели. Нам нужно протянуть, ну, на вашем языке, боковую поверхность. Значит, мы. Подайте руку немножко в сторону. Можете коснуться пола. А теперь не просто наклон головы. А именно потянитесь под угол 45 макушечкой. А рукой сюда вниз. То есть получается вот такая линия. Потянитесь. Сосредоточьтесь. И вы почувствуете натяжение прямо на боковой поверхности. Подержите это натяжение несколько секунд в пределах 10. И поменяйте в другую сторону. Ноги сразу же заметят, что с одной стороны тянет сильнее, чем с другой. Теперь оставляйте руки на коленях. И делайте наклон не четко в сторону, а немножечко под 45. Можно сказать, что в направлении ноги. То есть вот так. Сосредоточьтесь, что вы перешли немножко сбоку назад. Как только вы начнете слушать себя, тело вам само подскажет это направление. Вы прям технику поймаете. Натяжение. Плечи назад. Шею вперед. Голова в полоборота. И в другую сторону. Тоже секунд на 10. Снимайте напряжение мягкими, но широкими вращениями плечей назад. И последнее. Четко сзади. Так. Мы делаем плечи назад. Головой уходим туда вперед. Как бычок. Натянулись. Ой, как хорошо. И на выдохе расслабились. Все. Делаем секунд по 10. А протяжку шеи делать резко ни в коем случае не нужно. Сделайте это на 2 раза. Снимите напряжение. И вообще вот эту программу, в ней получается 12 упражнений. Было бы здорово, если бы вы прокрутили не на 1 круг, а круга на 2, на 3. Неотъемлемая часть подобной тренировки для того, чтобы полностью отключиться от стрессовой ситуации и избавиться от напряжения, это медленная красивая музыка. Включите себе музыку, сядьте, приглушите свет и сделайте эти упражнения на 3 круга. После этого вам понадобится контрастный душ. Сначала помойтесь горячей водой, потом окатитесь холодной. Я думаю, что именно после этой процедуры вы почувствуете, что вы забыли обо всем, а сон будет. Вы сами позавидуете себе на утро. Ребята, занимайтесь, тренируйтесь, берегите себя и своих близких. Ребята, занимайтесь, берегите себя и своих близких.